Прямые и бесконечно длинные контактные сети или иное небо на экране монитора выглядят совсем по-другому. Сотрудники вагона испытаний контактной сети с помощью новейшего оборудования видят их во всех измерениях. Все гаджеты находятся на крыше и непосредственно под вагоном лаборатории. Датчиками управляют и специальные кабины с окнами из особо прочного стекла. Ведь до контактного провода буквально рукой подать. Благодаря тепловизору можно найти перегретые элементы сетей. Если вовремя их не обнаружить, провод может перегреть и это приведет к остановке движения. Лазерная система показывает каждое колебание, высоту и натяжение контактных сетей. Камера внизу внимательно следит за незаземленными опорами. Помогает в работе и 3D-сканирование. В режиме онлайн система моделирует обследуемый участок. Данные системы можно определить, к примеру, расстояние искусственных сооружений, например, в туннеле, от расстояния от туннеля до рабочего контактного провода. Данные провода должны находиться в определенных параметрах и на определенном расстоянии. Данная система позволяет с точностью до 1 см определить это расстояние. А вот найти неисправный изолятор вот такую фарфоровую тарелочку может ультрафиолетовая камера. Правда, даже современные системы диагностики не безупречны. А потому оператору Забайкальской железной дороги все же приходится смотреть в оба. Сломанный стеган-изолятор приборами не удается обнаружить. Он выявляется визуальными замечаниями. С помощью пульта нажимается кнопка и он появляется. Чтобы выявить все нарушения, начальник вагонолаборатории вместе с электромеханиками проезжает Забайкальскую железную дорогу отрезками по 300 километров. Затем делают остановку, обрабатывают данные и дают поручения для устранения неполадок. А затем снова в путь. Для долгих путешествий в вагоне предусмотрена кухня, столовая, спальные места, кондиционеры, туалеты и душевая.